Звездочку бы мужу на погоны. Звездочку бы мужу на погоны о чем еще просят Деда Мороза супруги военнослужащих Заполярья. На протяжении ряда лет в воинской части ВКС России, который командует майор Игорь Кравцов, строго соблюдается традиция, обязательно проводится предновогодняя встреча командного звена с женами военнослужащих. На первый взгляд в том нет ничего необычного. Командир и его заместители встречаются с членами семей военнослужащих регулярно. Но встречи в канун Нового года для некоторых из ее участников становятся сродни подарку под елочкой. На этот раз в клубе части очередное предновогоднее общение прошло с аншлагом актовый зал был полон. Еще бы, ведь накануне распространился слух о расширенном составе президиума встречи. В частности, по приглашению командира в часть прибыла группа представителей структурных подразделений администрации Норельска. И на самой встрече, по словам майора Игоря Кравцова, жены военнослужащих буквально засыпали гостей вопросами о перспективах улучшения городской социальной инфраструктуры, о решении острых моментов бытового обеспечения, о намеченных в Норельске праздничных мероприятиях, местах их проведения и целом ряде иных сопутствующих моментов. Продуктивной оказалась и та часть встречи, в ходе которой жены военнослужащих общались с представителями командования части. В этот раз, по словам майора Игоря Кравцова, женщины не только представили на рассмотрение четко составленный перечень пожеланий по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий в части, но и высказали ряд пожеланий о коллективном проведении новогодних торжеств. В представленных предложениях речь шла в том числе и об участии детей военнослужащих в городских новогодних утренниках, посещении ими в сопровождении родителей общегородских праздничных мероприятий, а также о встрече малышей с военным Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно же, о организации культурно-досуговых мероприятий для самих военнослужащих части и членов их семей с целью дальнейшего сплочения воинского коллектива. Но самым долгожданным моментом минувшей встречи, пожалуй, стало участие жен военнослужащих в традиционном добровольном предновогоднем анкетировании. Наши военнослужащие объясняют ситуацию майор Игорь Кравцов, воспитанный на известной трактовке о том, что в процессе служебных обязанностей защитнику Отечества следует стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Потому выносить на общий круг сугубо личные моменты никто из них не готов. Частные насущные вопросы мужчины предпочитают решать в тесном семейном кругу. В свою очередь, женам военнослужащих в этом отношении несколько проще. Они вправе ознакомить командование части с женским взглядом на текущие моменты. И лучший способ это сделать изложить просьбу как раз в новогоднем пожелании. Женам военнослужащих несколько проще представить командованию свой взгляд на обстановку в части. И лучший способ это сделать изложить его в новогоднем пожелании. Причем опыт показывает, что содержание подавляющего большинства записок носит шуточный характер. При этом командир воинской части не стал скрыть, что ко всем высказанным женами военнослужащих просьбам он относится серьезно, так как понимает, что в любой шутке есть доля правды. Просьбы поступают самые разнообразные. От пожелания супругу спокойной службы в новом году до повышения главы семейства в воинском звании и продвижении по служебной лестнице. Но, как показывает время, раскрывает свое отношение к таким обращениям командир воинской части майор Кравцов, многие предновогодние пожелания имеют свойство сбываться. Кто-то из офицеров в новом году действительно вырастет в воинском звании. Другие, преуспев на службе, поднимутся в должности. Есть и иные примеры. Так, в канун прошлого года супруга одного из военнослужащих по контракту из состава автомобильного отделения части высказала пожелание о повышении денежного содержания мужа. И что вы думаете? Осенью этого года военным ведомством было реализовано положение об индексации на 30% от оклада по воинской должности денежного довольствия водителей транспортных средств, обладающих категориями С, Т и все и добившихся особых достижений в службе. Выходит, женское предвидение не подвело. В этот раз суть просьб в женских анкетах не претерпела существенных изменений. Хотя, по словам майора Кравцова, некоторые из них побудили его, что называется, задуматься. В частности, было высказано пожелание о дополнении перечня продовольственного пайка овощами и фруктами. Подсказка существенная. Оценил просьбу командир части. Прохождение службы в условиях Заполярья требует не только наличия у военнослужащего добротного обмундирования, соответствующего денежного содержания, но и калорийного, достаточно витаминизированного питания. Оценивая очередной предновогодний опрос, майор Кравцов делает вывод, жены военнослужащих всегда готовы к открытому диалогу. Более того, они справедливы в отстаивании интересов семьи, общаясь с командованием в воинской части. А это признак крепкого тыла у семейных военнослужащих, несущих в условиях Заполярья особенно трудную военную службу. Юрий Белоусов, Красная звезда Екатеринбург-Норильск Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова